Популярный казахстанский певец Кайрат Нуртас попал в историю. На финальный концерт караоке-конкурса у торгового комплекса «Прайм Плаза» в Алматы он пришел в качестве гостя, а покидал уже в качестве виновника погрома на площади. Все произошло за считанные минуты, когда после одной исполненной песни артист решил уехать. Среди собравшейся молодежи пронесся слух о том, что их любимый герой якобы торопится на свадьбу внука Назарбаева. Это взорвало многотысячную публику. Такой измены любимому певцу его фанаты «Дети окраин» простить не смогли. Сейчас певец заявляет, что находиться на сцене было опасно и обвиняет во всех тяжких организаторов концерта. А владельцы разбитого в дрызг торгового центра теперь подсчитывают, во сколько обошлась им трусость приглашенного имя же артиста. Можно было бы избежать, если бы Кайрат Нуртас не вышел и спел песенку и ушел со сцены, а пел бы полностью. Потому что сколько было случаев, когда артисты и в тяжелых условиях пели. И говорить о том, что там была какая-то угроза его жизни, в тот момент, когда он находился на сцене, кроме него никого не было. Пел ли на свадьбе Айсултана Назарбаева Кайрат Нуртас, или же давал концерт в Актау, как он теперь сам утверждает, осталось невыясненным. Зато вполне очевидным сегодня выглядит сценарий будущей революции в Казахстане. Ее будут двигать не научные сотрудники и другие представители интеллигенции, требующие соблюдать права человека, а радикально настроенные молодежь, целевая аудитория певца Кайрата Нуртаса. Предпосылки возникли еще в 2011 году. Мы знаем, что был Самжинал Зен, мы знаем, что были теракты. Многие аналитики казахстанские говорили, что Казахстан начинает жить по-новому. Что после того, что произошло, Казахстан таким, каким он был раньше, быть не может. Опыт последних десятилетий показал, что делать революции эффективнее с помощью самой энергичной и радикальной публики, безработной и малообразованной молодежи. За примером далеко ходить не нужно. В соседней Киргизии этот метод сработал на ура. Назарбаев после волны критики последних лет очень сильно боится мощных выступлений снизу. Тем более, что еще до арабской весны, до того, как диктаторов такого рода стали свергать, в 2010 году в Киргизии произошло мощное народное восстание, которое, в общем, Назарбаеву очень четко показало его судьбу. Концерт народного любимца для 90 его поклонников закончился в медицинских учреждениях. Восьмерых человек госпитализировали с закрытыми черепно-мозговыми травмами. Полиция задержала более 160 мятежников. Зачинщикам беспорядка грозит до 7 лет тюрьмы. Андрей Заокский специально для телеканала 1612.